Всем привет! Вижу, что мои футбуки пользуются довольно-таки большой популярностью, поэтому начинаю еще один. Сегодня сделала себе на обед такой салат с креветками, который раньше мы с мужем частенько довольно-таки ели, но сейчас как-то призабыла и вернулась к нему. Здесь обычные листья салата, я покупаю уже помытые. Порезала сюда помидорчик, манго, очень-очень люблю манго. Креветки сварила и потом протушила, ну протушила, подогрела скорее, в таком вот соусе. Мне кажется, он в каждой стране продается, потому что это точно не польский. Вот, это такой острый, остро-сладкий соус, очень вкусный, мне нравится такое сочетание вкуса. Ой, в камере это выглядит немножко странно. Показываю вам сегодняшний мой обед. Это такой темный рис, коричневый рис и тушеные овощи. Здесь и спаржевая фасоль, и морковка, и перец, баклажаны, цукини, в общем, все, что у меня было в холодильнике. И брокколи, по-моему, это все, если я не ошибаюсь. А нет, еще помидоры. И что хотела вам сказать, я такие овощи обожаю тушить с турецкой приправой, которую я привезла прямо из Турции. И она обалденная, она без соли, просто одни как бы сухие, сушеные овощи, перемолотые, разные там пряности добавлены. Обалденная штука. Мой малыш также это обожает кушать с кускусом. Кускус я как-то в последнее время ограничиваю, потому что он, по-моему, самый калорийный из всего того, что я люблю. Так что с рисом также вот такая вот вещь. Ребятки, несмотря на то, что я сейчас болею и чувствую себя хреново, так сказать, уже который день на меня напала какая-то кулинарная мания, потому что я даже пекла шарлотку, не успела вам показать. Просто муж начал там есть ее с противня, поэтому отвлекаюсь сейчас на малыша, потому что на балконе и переставляет цветы. Муж будет в дичайшем восторге. Короче, я сегодня сделала вот такие вот баклажаны запеченные. Это просто какой-то невероятный вкус. Девчонки здесь только, ну не только девчонки, ребята вообще. Здесь морковка, лук, перец, баклажаны, сметанка и чесночок. Это настолько вкусно, причем это рецепт моей мамы. Не знаю, я думаю, что все его знают, но тем не менее он у меня ассоциируется только с моей мамой. С картошечкой, просто песня, но я буду кушать только с шлепушком. Для малыша здесь стоит картошка, варится. Итак, как я делаю, потерла морковку, порезала лук, все это чуть-чуть поджарила. Потом добавляю туда один большой помидор, без кожуры, соответственно. Одну огромную просто паприку. Все это тушу, пока паприка не станет мягкой. Ага, еще очень важно, перед тем, как вы вообще всем этим займетесь, надо почистить баклажан, посолить его и отставить на полчаса, чтобы убрать горечь. Потом мы отжимаем баклажан хорошенько и сливаем воду, которая у нас остается. Значит, баклажанчики я не поджаривала в этот раз отдельно, а просто вот уже в подтушенные такие как бы овощи положила баклажан, все это перемешала и тушила так, ну не знаю. Надо смотреть просто, что все было мягенькое. Потом взяла 3 такие столовые ложки сметаны, 2 зубчика чеснока, все это перемешала и просто, как вы видите, намазала сверху. Все это также посолила по вкусу и со сметанкой вот так наверху тушила еще буквально 3 минуты, также посыпала чуть черным перчиком. И это все очень вкусно. И, как по мне, это не калорийная бомба, потому что здесь, ну, всего-то поджарила так бы лук, чеснок, извините, буду кушать. Невероятно вкусно, попробуйте, вы точно не пожалеете. Я думаю, что сейчас я могу повергнуть многих из вас просто в шок. Я кушаю сегодня бутерброды с такой рыбной пастой. На самом деле, такую пасту я кушаю очень редко из-за того, что я, в принципе, редко ем консервы. Итак, здесь шпроты и такой вот сырок а-ля Филадельфия. Ой, я покупаю вот такой вот. Но он, на самом деле, не такой жирный и с рыбой компанируется просто идеально. Обожаю это все кушать с огурцом. Также они делают такую пасту, а добавляют сюда еще также лук. Или такую пасту делают также с таким вот сырком, творожком и с, как это называется, с тунцом. Вот такая вот вещь. Попробуйте, я знаю, что вам это кажется странным, да, но это вкусно. Показываю вам сегодня также свой ужин. Точнее, сейчас, сколько сейчас на часах? Пол седьмого. Мне кажется, что уже больше ничего кушать не буду. Обед у нас был очень легкий, супчик такой рисовый. Так что на ужин могу себе позволить макароны. Макароны, как вы видите, спагетти у меня сегодня такие цельнозерновые. И это свежий шпинат, который я готовлю таким очень быстрым способом. Я, значит, выдавливаю довольно-таки большой зубчик чеснока на сковородку. Совсем чуть-чуть его поджариваю. Потом выкладываю туда свежий шпинат. И тушу буквально минуту, когда вот листья все как бы завянут. Потом добавляю вот такой вот сыр. Это сыр я купила в магазине Lidl, но это что-то типа как Филадельфия. Так что если у вас нет Lidl, не расстраивайтесь. Я думаю, в Филадельфии вы можете купить везде. Только вот этот вот намного как бы дешевле. Эти сырки вообще популярны очень в Польше. Если вы живете здесь, то и в Островье, и в Бедронке, по-моему, также есть. Не по-моему, а точно есть какой-то. Только не помню, как он их называется. И все, это тушу буквально еще две минуты. Главное не перетушить шпинат, чтобы он не был таким вообще ужасным. Как знаете, все дети ненавидят. Своему малышу я не добавляю вот такой вот сыр. А себе положила просто несколько кусочков. Также моему ребенку я сварила отдельно курочку. И шпинат буду перемалывать с курицей именно в блендере, потому что он не может жевать эти листья. Ну и ему другие макароны, понятно, но тоже цельнозерновые. Так что если вам интересно, также можете попробовать. Это нереально вкусно. Всем привет! Я сейчас буду завтракать. Сегодня мой завтрак, как видите, состоит из огромного количества черники. Под черникой немножко творожка и ложечка меда. Вот. Так что малыш уже покушал. По-моему, собирается также чуть-чуть перекусить ягодами. Видите? Все, пока-пока, потому что все сейчас будет черное. Ребятки, я сейчас такая голодная, что у меня просто дрожат руки. Но быстренько вам показываю, потому что как-то вечно нет времени. Я сделала себе салат, в принципе, из того, что у меня было дома. Огурцы, помидоры, перец. Также добавила вот такой вот сыр. Это сыр не фета, это какой-то для салата. По-моему, он менее жирный, нежели фета. И авокадо. Ну, в общем, не важно, что в самом салате. То есть овощи и сыр. Соус. Я вам не рекомендую покупать соусы в банках. И также такие, которые с порошком, потому что там какие-то разные усилители вкуса. Я вам рекомендую сделать очень вкусный. Я вам просто гарантирую, что это нереально вкусный соус. Итак, я добавляю сюда оливковое масло. И также у меня есть бальзамический уксус. Ну, в принципе, мне кажется, что это не имеет значения, какая марка. Главное, чтобы качество было хорошее. Но дешевого оливкового масла совсем дешевого нет. Поэтому это учитывайте. И также добавляю туда просто травы. Обожаю базилик и орегано. Сыр довольно-таки соленый, поэтому соль добавлять не буду. Но если вы соль не используете, то обалденный просто вот такой соус. И я вам гарантирую, если вы добавите много разных трав, то вам также очень понравится. В принципе, я подсадила всех своих знакомых на этот соус. И он отлично подходит ко всем овощам. Так что попробуйте, вы точно не пожалеете. Опять показываю вам один из рецептов из моей любимой книги для малыша. Сегодня мы будем кушать цельнозерновые макароны с такой вот пастой из говядины и баклажанов. Также здесь есть помидоры. И так как я это делаю, я поджариваю чуть-чуть чесночка, чуть-чуть лучка. Добавляю туда уже такую перемолотую говядину. И все это вместе тушу. Добавляю чуть водички и тушу. Потом туда добавляю где-то 4 таких больших помидора без кожуры. Базилик, орегано, чуть-чуть перчика, чуть-чуть соли. На отдельной сковородке поджариваю баклажаны до золотистого цвета. Только чтобы они не были сухими. И потом, чтобы избавиться от подсолнечного масла, просто выкладываю их на тарелочку с бумажным полотенцем. Вот полотенце впитывает весь жир. И потом это все я перемешала в блендере. Но если вы будете сами кушать, то можете оставить баклажаны в кусочках. Это невероятно вкусно. Мой малыш вчера просто не хотел даже есть макароны, а постоянно ел вот этот вот соус. Так что это очень вкусно. И мы уже идем кушать. Пока-пока. Доброе утро! У кого также утро, показываю вам свой завтрак. Буду кушать сегодня творожок. Я всегда покупаю творог не обезжиренный. Потому что мне кажется, что обезжиренные продукты плохо влияют на мое здоровье. Совсем обезжиренные. Я предпочитаю не есть всякие там ребрышки и жирное мясо. Но все-таки не покупаю обезжиренные всякие йогурты, лайт, такие вот продукты. И буду пить натуральный кофе. Какое-то полное отвращение сейчас. Сейчас кофе у меня пошло. И хотела вам показать. Это такой типа кофейный напиток, который называется инка. Он делается, кстати, у нас здесь в городке и часто пахнет именно кофе. Чуть-чуть, конечно, есть типа кофейный запах и вкус, но это не то. Как вы понимаете, это не бодрит. В составе здесь есть ячмень, рожь и также цикория. Сегодня на обед у меня будет что-то, что я на самом деле не очень люблю. Особенно в последнее время вообще не могу себя заставить есть. Это будет мясо. И я выбрала телятину, потому что я малышу даю либо же курицу, индюка или телятину. Но абсолютно никакой там свинины и говядину очень-очень редко. Отварная картошечка и телятину я приготовила таким образом. Я чуть-чуть поджарила лук, чеснок и морковку. Туда положила мяско, добавила перчик, соль, залила все водой и тушила полтора часа. Поэтому все очень мягенькое. И, как вы видите, я не делала никакого салата. Просто я обожаю в последнее время все такое свежее, все то, что с рынка. И стараюсь покупать часто овощи. Такие от бабушек и даже орехи. Маму же в последний раз купила у бабушки, которая просто не знаю, как она до рынка дошла. Но, в общем, стараемся покупать более натуральные такие вот овощи и фрукты. Так что будем пытаться сегодня есть мясо. Хотя, честно говоря, несмотря на то, что я голодная, как-то совсем рука к вилке не тянется.